В Ашкортостане ряд финансовых экспертов обеспокоены появлением организации, схема работы которой похожа, по их словам, на финансовую пирамиду. Компания Кэшбери привлекает средства граждан и юрлиц, предлагая зарабатывать на кредитовании, как указано на сайте надежных заемщиков, призывает привлекать в команду знакомых и друзей. Обещаниями гигантских доходов даже заинтересовались в региональном отделении Банка России. На сайте заявлена прибыль до 600%. Реальное производство никогда такой рентабельности не даст, отметили в Нацбанке. Для примера, средняя рыночная ставка по банковским вкладам 5-8% годовых. Надо, естественно, спросить, а вы куда будете вкладывать эти деньги? Ну, естественно, та сторона тоже готова. Они говорят, мы вкладываем золотодобывающую промышленность, крупное элитное жилье и так далее. Тогда покажите, какие у вас есть договора, как вы обеспечиваете свою хозяйственную деятельность. И тогда половина этих мошенников сразу отходит, потому что, естественно, там ничего нет. В свою очередь ситуацией заинтересовались и общественники, которые не раз сталкивались с мошенничеством на финансовом рынке. Они связались с представителем компании под видом потенциальных клиентов, которые хотят открыть депозит на 20 тысяч рублей. Компания предлагает клиентам большое разнообразие продуктов, микрозаймы, финансирование под залог имущества, займы бизнесу и криптовалюты. По словам представителя организации, 70% депозита якобы идет на криптовалютные биржи по 15 в микрозаймы и так называемые банкротные аукционы. При этом компания обязуется страховать вклад, удерживая с клиента 30% от суммы депозита. Предприятие говорит, что они имеют лицензию Центробанка на выдачу займов. Хотя, вот смотря на их историю и ответы полученные из Центробанка, данной лицензии у них не имеется. То есть это изначально информация, которая вводит людей в заблуждение. Также касается это инвестиционных продуктов, где они предлагают такие услуги, как размещение вкладов. По словам юриста, здесь явно прослеживаются признаки незаконной банковской деятельности и мошенничества. На вопрос нашего телеканала о наличии лицензии и присутствии в реестре Центробанка, представитель Кэшбери оперативно ответить не смогла. Осталось без ответа и обращение к руководству на сайте организации. РБК УФА будет следить за развитием этой истории. Отмечу также по данным Нацбанка Башкортостана, в этом году в регионе обнаружили 42 финансовые организации с признаками мошенничества. По 16 из них материалы уже направлены в правоохранительные органы. РБК УФА